Доброе утро! День народного единства, последний праздничный выходной в этом году. Финишная прямая несет нас к Новому году. Этот год уйдет, а вот такие символы его останутся. Многие, насколько я знаю, уже сейчас активно скупают игрушечных обезьян. Готовиться к Новому году, может быть, еще и не пора, но подумать наперед это правильно. Не зря ведь сани предлагают готовить летом. Что будет завтра, безусловно, важно. Но мы ведь живем-то сегодня, и утренний вестник как раз об этом. Если мы едины, мы непобедимы, как в Перми отпраздновали День народного единства. Что новенького? Все изменения, вступившие в силу с ноября, в нашем материале. Мы красили-красили. Яркие фасады на несколько лет. Это реально? Ёлочка-гори! Подготовка к Новому году в Перми вступает в активную фазу. Идеальный компаньон. В рубрике «Чтоб я так жил» расскажем про породу-ретривер. На раз-два. Утренняя зарядка на Ветте. Накануне Дня народного единства в 1612 году польские интервенты, вынужденные народным, кстати, ополчением Минина и Пожарского, освободили бояры знать, которых они удерживали в Кремле, а после их гарнизон сдался. Этот день считается днем окончания Великой Смуты. 4 ноября этого года эту дату почитали митингами, шествиями и дегустацией национальных блюд. Подробнее о том, как это было, Андрей Голдарев. Танец с кавказским темпераментом. Дуэт Анны и Георгия грузинскую культуру на праздновании Дня народного единства представляет уже во второй раз. 4 ноября в сквере театра оперы и балета – настоящий фестиваль национальных культур. Главное, чтобы вот это и оставалось – мир, любовь, дружба между нами, всеми. И для этого я сюда и пришел, чтобы показать людям то, что это важно. Свои богатые традиции и особенности представляют порядка 15 национальностей, живущих в Пермском крае – корейцы, немцы, киргизы. В сквере действительно многолюдно и многонационально. Такой праздник – это уникальная возможность познакомиться с различными культурами в одном месте, с их национальными костюмами, предметами быта. И все это можно сделать буквально за несколько часов. 4 ноября праздник относительно новый, но отчасти возвращение к старой традиции. В Царской России отмечали дату освобождения страны воинами народного ополчения от польских захватчиков. Сегодня День народного единства во многом призван сплотить людей разных религий и национальностей. К примеру, у нас в регионе проживают представители более ста этносов. Столько народу, честно, я еще не видела. Это говорит о том, что люди стараются быть вместе и выразить это же выражение мнения своего, когда люди собираются. И я очень довольна сегодняшней. Концерт-митинг собрал более 10 тысяч пермяков и жителей региона. Молодежь, ветеранов, представители профсоюзов, национально-культурных объединений и конфессии при Камье. Я ребенка приучаю к тому, что нужно гордиться своей страной. Праздники, знаете, важные очень. Мы ходим всегда на 9 мая, на 1 мая мы ходим всегда с ребенком. Ну, то есть, некие традиции, которые должны знать подрастающие поколения. День народного единства отмечается уже в 11-й раз. Один из самых молодых государственных праздников – ровесник Пермского края. Участники митинга выразили желание устраивать подобные фестивали не только 4 ноября. Ведь именно такой культурный обмен и способствует единению народа. Андрей Голдарев, Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Про Новый год это и неспроста. На городской эспланаде начали установку главного символа Нового года – елки. Закончить обещают к 1 декабря. Дерево станет центром композиции всего ледового ансамбля. Что еще сделают за 30 миллионов рублей, которые планируют потратить на ледовый городок – сейчас узнаем. Теперь каждому пермяку ясно – Новый год не за горами. Главный символ праздника – новогоднюю ель – уже начали устанавливать на городской эспланаде, прежде чем привезут само дерево. Рабочим необходимо подготовить площадку, чтобы вечно зеленые красавицы не страшны были даже самые сильные ветра. Для установки новогодней елки уже привезли плиты. Кстати, собирать ее начнут уже на следующей неделе. А к 1 декабря главный символ Нового года высотой в 30 метров украсит краевую столицу. Ель станет центральным объектом ледового городка, который традиционно разместится здесь. Если в прошлом году ледяной буквоград был посвящен году литературы, объявленному в нашей стране президентом, в этом главная его тема – единство и величие большого региона. Каждая ледяная композиция будет посвящена одному из городов Прикамья. Восемь ледяных скульптур будут отображать значимость Перми Великой. Ледяные изваяния запечатляют усольские палаты. Чердинский детинец, Соликамскую звонницу, тайны Кунгура, царицу Каму. Но самый любимый из скульптур сам автор проекта – Всеволод Аверкиев. Называет Кудымкарскую башню. У дачи – горка, посвященная городу Кудымкар. Потому что город древний, ему там что-то 500 лет, по-моему. Но там тоже ничего такого нет. Понимаете, как бы. Но у этого города интересная внутренняя история. Ну, в смысле, что есть легенды, как он основан, мифы, культура вся такая перемятская. И там я, значит, сделал такого, как бы крепость-медведь. То есть, так смотришь, крепость, так смотришь, медведь. Ледяные скульптуры, символизирующие города, прикамья, будут сделаны в виде горок и соединены мостами. Дополнят городок 8 ледяных медведей, традиционный Дед Мороз и Снегурочка. И, конечно, символ наступающего года – обезьяна. Кстати, в пермских магазинах новогодние игрушки и елки начали продавать еще в середине сентября. Так что начинать создавать новогоднее настроение можно хоть сегодня. Татьяна Александрова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Удивительное открытие. Люди не различали синий цвет вплоть до современной эпохи. Поэтому, например, говорят исследователи, в некоторых священных писаниях небо не голубое. Или в Одиссеи и Гомера овцы – фиолетовые. В древности не было синего цвета. Он не отличался от зеленых и темных оттенков. Так может, в этом все дело? Может, поэтому перм кажется такой серой? Мы решили проверить и спросили горожан, есть ли у Перми свой цвет. Люди говорят. Партнер рубрики «Семейная стоматология Сити Дент». Улыбайтесь чаще. Улыбайтесь с нами. Ну, я думаю, яркие цвета. Зеленый, синий, белый обязательно. И, конечно, цвета флага. Белый, синий, красный. Мне кажется, синий. Потому что здесь большая широкая река. Ну, у меня этот цвет связан с российским флагом. Мне кажется, какой-то Бордово. Потому что теперь все равно он скорее северный город. Я думаю, что какие-то вот такие более темные, более спокойные цвета отражают хорошо суть нашего города. Мне кажется, синий. Ну, все-таки холодный город у нас. В этом году вообще лето не было. Но светлый. У нас немножечко мрачные, то на все-таки преобладают, да? Вот, в одежде людей. Сейчас, в последнее время, кстати, стали доминировать и яркие цвета. Сейчас новостройки такие отличные, красивые. И яркие цвета используют в отделке внешних домов. Так что сейчас больше радует глаз уже. Кстати, в Скандинавии в оформлении фасадов домов популярен фолунский цвет. Там этот традиционный темно-красный цвет уже много столетий используется для окраски строений. Впрочем, даже если ваш дом выкрасит в такой, это ведь не навсегда. Наши реалии говорят о том, что на год-другой. Получается, как-то непрактично. Ритис Бараускас выяснил, можно ли отсрочить ремонт. Оказывается, технологии позволяют. Сегодня практически любой производитель фасадной краски дает гарантию на свою продукцию минимум 15-20 лет. А вот как долго она продержится на стене, будет зависеть в первую очередь от того, насколько хорошо соблюдалась технология ее нанесения, говорят специалисты. Любой материал наносится на фасад при температуре до плюс 5 градусов. То есть он до плюс 5 градусов должен высохнуть. Это не значит, что, допустим, покрасили днем плюс 5, а ночью он еще не успел до конца просохнуть, уже минус пошел. И поэтому могут быть какие-то отслоения. Может быть, неправильно была подготовлена стена для покраски. Может быть, не была использована грунтовка. То есть она обязательно, то есть тут весь пирог надо смотреть. Главное – качественно подготовить основу. А краска может быть любой. Вечную или с приставкой «нано» пока не изобрели, но выбрать все же есть из чего. Одних оттенков – десятки тысяч. А вот основы чаще всего применяются только две – акриловая либо латексная. Впрочем, можно и вовсе отказаться от краски. Есть штукатурки с волокнами, допустим, вот такого плана. Она содержит сульлозу и держит очень хорошо микротрещины. То есть не даст фасаду трещать, как армирующий состав будет работать. Есть штукатурки, допустим, вот такого плана с кварцем наполнителем. То есть они потоньше, пожестче. Они как антивандальное покрытие работают, то есть стойки к истиранию, к механическим воздействиям. Так что если в вашем доме по программе капремонта предстоит реконструкция фасада, то стоит заглянуть в смету и посмотреть, какие суммы заложены на материалы. Из расчета на один квадратный метр в среднем на краску должно уйти 100-150 рублей. Штукатурка обойдется в два раза дороже. Правда, это без учета работ и подготовки основания. Двух таких важных составляющих при любом ремонте. Ритя Збарауско с Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Без документов, если помните, вам даже посылку не отдадут. Гуталин там, не гуталин. Я уж не говорю про что-то более серьезное. Поэтому получение документов, ну, паспорта у нас важная дата в жизни не только каждого юноши и девушки, но и даже крупных предприятий. Холода ни почем. Специальная комиссия, проверяющая качество подготовки к отопительному сезону, выдала паспорт готовности прикамским теплоэнергетикам, пермскому филиалу компании «Т-Плюс». Паспорт – важный документ и не только для гражданина. Для каждого энергопредприятия паспорт готовности – официальное подтверждение технического и квалификационного соответствия. Способность работать в любых условиях. Получение паспорта готовности означает, что мы нормально подготовились к прохождению осенне-зимнего периода, и мы готовы к прохождению зимних нагрузок. В межсезонье тепловики провели реконструкцию на ТЭЦ Перми и других городов края. Проведен масштабный ремонт оборудования и теплосетей. Представители комиссии инспектировали соблюдение требований промышленной безопасности, объема запасов резервного топлива. По итогам проверки пермского филиала вердикт однозначный – города прикамья будут отапливаться надежно, и паспорт готовности к осенне-зимнему отопительному периоду выдан заслуженно. Вместе с тем тепловики не скрывают, что сложности работам добавили посредники – управляющие компании и ТСЖ. Общая сумма задолженности перед энергетиками – уже несколько миллиардов рублей. Этих средств, по словам Дениса Уланова, хватило бы на плановый ежегодный ремонт теплосетей в течение пяти лет. Чтобы впредь не возникал риск срыва отопительного сезона, теплоэнергетики совместно с муниципалитетом усилят контроль над нерадивыми управленцами. Мы собираемся выстраивать работу с управляющей компанией, повышать их платежную дисциплину, будем делать все, что от нас зависит, взаимодействуем с надзорными органами, с органами местного соуправления. Ну а пока в зиму смотрим уверенно. Говорят энергетики, готовность к морозам подтверждена документально. Руслан Пепелеев, Ритис Бараускас, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Если один выходной посреди рабочей недели не доставил вам никакого удовольствия и вообще показался лишним, может быть все дело в магнитных бурях, они в эти дни как раз бушуют, причем сильные. Говорят, многие могут чувствовать себя не лучшим образом. Еще древнегреческий врач Гиппократ описание каждой болезни начинал с влияния погоды на нее. А его коллега Диокл даже разделил год на шесть периодов, в каждом из которых в зависимости от погоды. Он рекомендовал больным определенный образ жизни. В последние дни многие чувствуют себя не лучшим образом. Врачи говорят, магнитные бури. По статистике на погоду так или иначе реагирует 75% людей. Да, в плохую погоду очень сильно хочется спать. Влияет, конечно. Но когда погода меняется, то есть перепады бывают, если должна быть солнышко, да, то получается, себя хорошо чувствуешь? Нет, не метеочувствительно. Вот когда погода меняется, болит голова, да. За последнюю неделю на Солнце зарегистрировано более 10 солнечных вспышек. Самое продолжительное длилось 36 минут. Врачи говорят, в такие периоды люди чаще обращаются к ним с жалобами на нарушение сна, головокружения, общее ухудшение самочувствия. Которые, по сути, являются ответом магнитного поля Земли на солнечные вспышки, которые долетают до нашей планеты через несколько суток. И особенно нервная система, которая состоит из, можно сказать, клеток, которые очень активно реагируют на электрические сигналы. Причем момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для разных бурь и для конкретного человека. Некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце. Врач-невролог подчеркивает, выраженность таких проявлений можно снизить путем укрепления здоровья. Регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек позволяют многим практически не замечать этих явлений. Татьяна Александрова, Валерия Ермакова, Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Новое и оригинальное рождается само собой, без того, чтобы творец об этом думал. Людвиг Ван Петховен так рассуждал, может потому, что гением был, а может так и есть. Видимо, сегодня мы стали задумчивее. Даже в крупнейшей социальной сети мира в Facebook оригинального все меньше. В последнее время 65% участников заходили на свою страницу ежедневно. Однако их деятельность ограничивалась просмотром чужих страниц и раздачей отметок «Мне нравится». То ли дело журналы. Свежие публикации изучим в пресс-параде. Партнер проекта – группа компаний «Строительный центр Пермь». Как изменились поставки продовольствия в Россию из-за санкций? Какие страны выиграли от ограничений на импорт в Россию западных продуктов? Инфографика журнала «Форбс». Дополнительные расходы на продовольственные товары, импорт которых из ряда стран был запрещен, вызывают дополнительный инфляционный рост стоимости продуктов. В числе причин ускорения инфляции эксперты называют рост транспортных затрат. Нишу запрещенных к ввозу в Россию сельхозпродуктов, сырья и продовольствия США, Канады, стран Евросоюза и Норвегии стали занимать поставки из других стран. Товары поступают либо из более далеких регионов, например, из Южной Америки, либо из той же Европы, но обходным путем через Белоруссию. Например, импорт мяса из Чили с мая по декабрь прошлого года вырос в пять раз. Востолько же выросли поставки молочных продуктов из Аргентины и фруктов из Коста-Рики. Подробнее о том, какие страны выиграли, в материале Ивана Васильева. Россияне заедают стресс шоколадом. Читаем в журнале «Деньги». Под натиском снижения реальных доходов и роста цен россияне перешли на сберегательную модель поведения. Говорится в мониторинге Минэкономразвития. В январе и сентябре сократилась доля денежных доходов, потраченных на покупку товаров и оплату услуг. Также изменилась структура потребления. Граждане выбирают более дешевые варианты, сокращая спрос на роскошь и товары длительного пользования. Обвал рубля вынудил многих отказаться от привычного отпуска. Зато неожиданный рост почти на 25% в годовом выражении показал индекс Рамира. Кофе с молоком. Рассчитываемый на основе динамики цен потребления кофе, молока, шоколада и воды. Вынужденные отказаться от больших трат, россияне решили позволить себе маленькие радости. Жить не лень. Кирилл Журенков в журнале «Огонек» о новой тенденции. В России растет число активных граждан. Опровергнут, пожалуй, главный миф о современных россиянах. То, что мы ленивы и апатичны. Свежие данные социологов доказывают обратное. Число активных растет. Теряет популярность идея пассивного существования без возможности делать самостоятельный выбор, без долговременных целей, которые сам же и определил. Люди хотят больше контролировать свою жизнь, брать на себя ответственность, проявлять большую самостоятельность и активность. Это, похоже, факт, говорят эксперты. За 2000-е заметно выросли доходы многих россиян. И за счет этого увеличилась доля среднеобеспеченных слоев населения, способных рассчитывать на себя и своих близких, пишет автор статьи. Госдума включает счетчик в материал в журнале «Профиль». Чем быстрее растут тарифы на коммунальные платежи плюс отчисления на капремонт, тем быстрее растут долги по ним. Глава Минстроя России Михаил Мень сообщил, что долги по коммуналке составили почти триллион рублей. Из них 250 миллиардов долги граждан. Госдума решила поучаствовать в решении этого вопроса и приняла закон, увеличивающий штрафы по этим долгам. Рост ставки пени в 2,5 раза. Это уровень, сопоставимый с овердрафтом по кредитным картам и намного выше ставок по кредитам для физических лиц в банках. Такой подход можно сравнить с включением счетчика по долгам, разрекламированного телевидением как характерная черта теневого бизнеса лихих 90-х. Так может ли удвоение пени решить проблему? Ответ искал автор статьи Алексей Михайлов. Если вы думаете, что доходные банковские карты это такой способ заработать ничего не делая, вы ошибаетесь. С одной стороны, да, положил на нее деньги и получай себе проценты. А с другой, это ж надо умудриться их не потратить. Надежда Емельянова расскажет о своем опыте. Партнер рубрики «Правила денег» Центр стоматологии «Щелкунчик». Цените свое здоровье и выбирайте безупречные качества. Добрый день! Есть особый вид дебетовых пластиковых карт, которые позволяют зарабатывать. Иначе такие карты называются доходными. Если на счете постоянно удерживать остаток на уровне определенном кредитной организации, то за это банк доплачивает проценты. Портал банки.ру составил рейтинг наиболее выгодных доходных карт. Чтобы прибыль была чистой, помимо годовой ставки учитывалась плата за выпуск карты и стоимость обслуживания. В тройку лидеров попали не самые крупные банки. Первое место у карты «Простой доход» Локобанка. Максимальный процент 11,5 годовых может быть получен при одновременном выполнении следующих условий. Ежедневный остаток на счете не менее 20 тысяч рублей. Ежемесячная сумма покупок также 20 тысяч. В русском ипотечном банке можно получить 9,75% годовых. Для этого на счете доходной карты должно быть минимум 30 тысяч рублей. По карте iBank Platinum интерактивного банка начисляется 8,01% годовых на остаток не более 300 тысяч рублей. Думается, что это скорее мужские карты, ведь барышням невероятно сложно заставить себя не тратить деньги. У меня есть доходная карта Промсвестьбанка, но получить проценты на остаток мне удавалось всего несколько раз. Кстати, этот банк теперь дает заработать проценты на остаток в том случае, если среднемесячный баланс по всем счетам в этом банке составляет 100 тысяч рублей, а ежемесячная сумма трат превышает 10 тысяч. Это были «Правила денег». Некоторым начинает казаться, что будни превращаются в рутину. День за днем одно и то же, ничего не меняется. Но, во-первых, каждый сам хозяин своей судьбы, своего свободного времени. А во-вторых, меняется, скажу я вам, многое. И наш сюжет это подтверждает. Все по-честному. Если учесть, что ущерб наносимой дороге грузовиком превышает ущерб от легковушки в 25-50 тысяч раз, то при количестве зарегистрированных в России большегрузов 56% всего ущерба наносимого транспортом дорогам приходится именно на них. С 15 ноября водители грузовиков тяжелее 12 тонн будут обязаны платить 3 рубля 75 копеек за каждый километр своего пути по федеральным трассам. Так, за транзит из Перми в Москву грузоперевозчику придется заплатить порядка 5000 рублей. За 10 минут пребывания на этой федеральной трассе мы встретили более 30 грузовых машин. По задумке правительства, таким образом грузоперевозчики компенсируют вред, который они наносят дорогам, а также в 2016 году пополнят дорожный фонд на 40 миллиардов рублей. В Минтрансе подумали не только о дорогах. В целях большей безопасности пассажирских перевозок водители городских и пригородных автобусов теперь должны отдыхать чаще. С 1 ноября их рабочий день делится на две части. Перерывы на обед могут достигать до трех часов. Да и получить права скоро станет сложнее. Новое правило сдачи экзаменов ГИБДД введут уже до конца этого года. В теоретическом экзамене после каждой ошибки необходимо будет ответить на пять дополнительных вопросов из того же тематического блока. Изменений коснется и практическая часть. Количество упражнений увеличится до пяти. Среди новых заданий, к примеру, парковка с задним ходом и выезд с парковочного места. При сдаче экзамена будет ужесточена бальная система. Штрафные баллы будут начисляться даже при заглушенном старте моторе. Изменения коснутся и внешнего вида водительских удостоверений. Теперь сюда будут носиться специальные отметки о разного рода ограничениях к управлению автомобильным средством. Еще один новый закон касается туроператоров. С 4 ноября размер взноса в компенсационный туристический фонд, который оказывает экстренную помощь российским туристам за рубежом, может быть сокращен. Но, по словам экспертов, на туристах это решение не должно отразиться. Компенсационный фонд, как известно, используется для эвакуации туристов в случае несостоятельности туроператора. Но это нововведение никак не отразится на туристах. Во-первых, думай, что громких банкротств уже не будет. Во-вторых, мы говорим о достаточно небольших цифрах. Для среднего туроператора размер отчислений составляет порядка 100 тысяч рублей. И приличные компании в состоянии такие суммы заплатить. Зато информацию о другом нововведении, которое бурно обсуждали, не подтвердилось. Заявление о том, что теперь водители будут штрафовать за летнюю резину в зимнее время года, не подтвердилось. Как выяснилось, оснований для взимания такого штрафа нет. Правда, стоит помнить и о том, что при аварии в зимний период отсутствие зимних шин может стать отягчающим обстоятельством в суде. Да и вообще, в наших погодных условиях это просто небезопасно. Руслан Пепеляев, Тимофей Салав, телекомпания «Ветта». Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот и психологи советуют. Не бойтесь ошибиться, и даже больше. Говорят о необходимости извлекать из ошибок пользу. Опыт. Хотя не зря говорят и о том, что умные учатся на чужих ошибках, и наоборот. Территориальные общественные самоуправления выбирают другой путь. И собираются обменяться опытом. Как благоустроить двор, привести в порядок детскую площадку, заасфальтировать тротуар и ликвидировать несанкционированную свалку мусора? Лучшие практики решения проблем представят территориальные общественные самоуправления Прикамья 10 ноября в Соликамске. На первой региональной конференции ТОС. К примеру, председатель общественного объединения Черняевский планирует рассказать про школу общественно полезного молодежного проектирования. Мы хотим поделиться опытом по организации вот этой школы, по обучению молодежи и активизации их в молодежную ячейку деятельности ТОС. Мы провели ряд обучающих мероприятий по сплочению команды, по выявлению проблем. И они писали маленькие такие мини-проекты по решению вот этих проблем. Мы провели мероприятия по благоустройству детских площадок, то есть ребята их покрасили, благоустроили, прибрали. Кроме этого, молодежь удалось организовать и на другие мероприятия, проводимые ТОС. И подобных примеров в регионе предостаточно. Но все они, по большей части, реализуются автономно. Богатый опыт Пермского края, развивающийся уже на протяжении 30 лет по развитию территориальных общественных самоуправлений, наконец-то получит должное подтверждение на уровне региона и будет представлен на уровне Российской Федерации на первом съезде территориальных общественных самоуправлений. Главная цель региональной конференции ТОС, проводимой 10 ноября в Соликамске, выявить самые успешные практики территориальных общественных самоуправлений Прикамья. Лучшие в составе делегации представят Пермский край на первом всероссийском съезде ТОС, который состоится в Москве в феврале. Ритис Бараускас, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». В исследовании человеческого мозга ученые продвинулись значительно. Говорят, работа мозга женщины существенно отличается от мужского способа мыслить. Художники, математики и даже просто успешные люди. У всех свои особенности. Да и сами ученые, мне кажется, мыслят по-особенному. Вот вам легенда на сей счет. Партнер проекта «Строительная группа развития». Жилой комплекс «Вишневый» на Ледовской, 125. Одним из самых талантливых психиатров нашего региона несколько десятилетий назад считался выпускник Пермского медицинского института Геннадий Крохолев. И однажды ему пришла в голову мысль. Человеческий глаз формирует в пространстве голографическое изображение образа, который возникает в мозге. А дальше – обратный процесс. Проекция зрительных картин на сетчатку глаза. И вот Геннадий Крохолев создает кустарным способом прибор. Представьте, маска для подводного плавания. Из нее убирается стекло. Присоединяется так называемая гармошка, а дедовская еще фотокамера. И, наконец, в узкий конец гармошки вставлен объектив фотоаппарата. Прибор надевается на лица пациентов страдающими психическими расстройствами. И появились фотографии неких, порой не совсем ясных, образов. Впрочем, техника была несовершенной. Самодельной. Но, тем не менее, сенсация. Крохолев послал заявку в Комитет по делам открытия изобретений. Но там к ноу-хау отнеслись более чем прохладно. Тем не менее, отклики на опыты Крохолева появились в научных и научно-популярных изданиях Японии, США, Германии и других стран. Еще бы! Фотографии галлюцинаций. И некоторые специалисты восхищались интуицией, энтузиазмом, находчивостью пермика. Но вот только в своем отечестве исследования Крохолева находили мало положительных отзывов. В конце концов, пермскому ученому в 1991-м предложили отправить его материалы в Москву. Обещали в случае положительного вердикта хорошее финансирование дальнейших исследований. Увы, не пришло никакого отзыва. И уж тем более денежных средств. Более того, и материалы в Пермь не вернули. Скептиков хватало. Наши соотечественники были воспитаны в духе материализма. Верить в то, что можно получить фотографии в видении, долгое время вообще считалось грехом для советского человека. А конец этой истории, увы, совсем трагический. В 1998-м Геннадий Крохолев, которого все знали как оптимиста и жизнерадостного человека, неожиданно покончил с собой. Вопрос, можно ли фотографировать галлюцинации, остается открытым. Никита Чернов, телекомпания «Ветта». Идеальный компаньон, предан семье и никого не выделяет. Легко контактирует с людьми, не склонен к доминированию. Ах да, очень любит детей. Это не про женский идеал мужчины. Сегодня в рубрике «Чтоб я так жил» ретриверы. Что у нас на завтрак? Как воспитать породу? Как приручить хозяина? И, наконец, кто на кого похож? В рубрике «Чтоб я так жил». Партнер проекта «Чтоб я так жил» – торговая марка «Брид». Здравствуйте, с вами Яна Кунавина и программа «Чтоб я так жил». Сегодня мы говорим о ретриверах. Собаках очень популярных и всеми любимых. В стандартах наших пород написано «собака с рабочими испытаниями». Название ретривера происходит от английского «retrieve» – «подавать». Шесть пород ретриверов существует. Лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, прямошерстный. И гораздо реже встречаются в наших краях курчаво-шерстые ретриверы, часапик-бэй-ретриверы и новошотландские ретриверы. Все равно они различаются. Так, например, лабрадора я бы охарактеризовала как все-таки напористого и очень уверенного в себе. Голдены и флеты, они также дружелюбны и активны, но менее уверены в себе. Голдены даже к тону вашего голоса громкости будут носиться иначе. То есть они могут и расстроиться? Конечно. Если вдруг на них случайно, как им показалось, на кричише. Собаки очень контактные, полностью должна отсутствовать агрессия к человеку. Это порог разведения. Надо обязательно учитывать, что это все-таки собака крупная, очень активная. Соответственно, не имея послушания, это будет неудобно для быта собак. Молодые собаки любой из пород ретриверов, они достаточно активны. Если молодую собаку занять по полной, появляется контакт с хозяином. Это очень важно. И что вас сподвигло на то, чтобы начать популяризировать прямое назначение ретриверов? На самом деле, первый опыт был печальный. Собака появилась случайно. Мы не знали особенностей породы. И в конце концов оказалось, что у нас выросло животное, очень активное, которое пытается доминировать в семье. Потихонечку я втянулась в кинологические круги, начали появляться следующие наши собаки. Это же не для каждого такое занятие. По болотам бегать, знаете, по рекам, по грязи. Можно ли совершенно неподготовленному человеку прийти к вам с собакой, которая знает элементарные команды послушаем? Дрессировать мы можем животных любого возраста. Молодых собак мы обучаем в зале. А затем выходим в поля. Это упорная работа. В общем, на чудо-то не надо рассчитывать, что через две недели занятия она пойдет работать в поля. Конечно, то есть собака, находящаяся в охотничьих угодьях, непослушная, одноразовая собака. То есть происходили истории, когда собачку на охоте стреляли. Конечно, мы занимаемся в рамках спортивной дисциплины. У нас такого произойти не может. Но первое, чему мы уделяем внимание, это послушание. Обучение о портировке проходит достаточно быстро. Мы начинаем работать с малюжами. Его обрабатывают концентратом запаха птицы. А с пером, непосредственно уточкой, мы знакомим собаку уже ближе к году к полутора. Одно из самых ярких породных качеств – это мягкий хват. Собственно, поэтому она никогда и не будет собакой-телохранителем. Когда я брала себе собаку породы лабрадо-ретривер, я прежде всего брала себе собаку компаньона, семейную собаку. И меньше всего я задумывалась над тем, что это охотничьи собаки. Но таких, как я, очень много. Бывает так, что ретривер не обладает рабочими качествами. При большом желании можно работать с любой собакой, любого разведения. Конечно, если вы охотник и уделяете этому занятию большое количество времени, нужно выбирать щенка из рабочих линий. Конечно, эти собаки будут более успешны на охоте. Есть два основных направления – это спасение на воде и розыск и подача дичь. Также участники нашей секции занимаются игровыми видами спорта – это фризби и питч-н-гоу. Есть ли в ваших рядах люди, которые действительно берут собак для охоты? Да. Задача ретривера – возводиться просто к подносу дичи. Многие птушки падают в дебри непроходимые. Именно поэтому охота с собакой открывается не три недели раньше. И уже многие охотники приходят с осознанным выбором и просят щенка именно этой породы. Первый раз на охоту мы пошли где-то вот, ему было полтора года, это был весенний сезон. Мы ходили на охоту на вальчнипа. Первый вальчник для него был каким-то совершенно знаковым событием. Он нюхал ее полчаса. И на следующий день вальчник упал в лес. Уже в сумерках я думал, все, придется искать эту серенькую птичку очень долго. И буквально через несколько секунд вышел трюфель, зазубахнивая эту птицу. Это вот было как раз... Осознание того, зачем нам собака. Вот ее рабочие качества. И мой трюфель удивил достаточно всех тем, что на первой же охоте уже принял дичь. Для меня все-таки важнее не осознание того, что у меня собака круче всех. Больше всего ощущение вот такой радости, что собака приходит домой, но по ней видно. Она работала, она устала, она устала, но довольна. Юлия, вы не только секцию создали, но вы еще и проводите соревнования. Уже пятый год под названием Прикампская кряква. Нам захотелось принести вид состязаний на нашу пермскую землю. На протяжении испытаний собака должна подать 9 тушек птички. Это закладка невидимой птицы. Второе упражнение – это видимая птичка падает на воду. Отзыв с подачи. Третье упражнение – это видимая и невидимая подача с воды. И на площади 100 на 100 метров закладывается 5 тушек птички. Кряква пришла на высокой ноте. Собралось очень много участников из других городов. Ну и пермская команда выступила на уровне. Наши собаки очень благодарны своим хозяинам за то, что хозяева их возят в такие замечательные места. Они наслаждаются природой и занимаются самореализацией. Я не видела более счастливых собак. Про ваших собак можно сказать, чтобы я так же. Конечно. Итак, ретриверы. Они действительно мало кого могут оставить равнодушными. И мне кажется, что эти собаки по праву считаются одними из самых популярных пород в мире. Это все новости из жизни домашних животных на сегодня. Ну и помните, конечно, если друзья и знакомые говорят о ваших питомцах, чтоб я так жил, значит вы настоящий и любящий хозяин. Сделай зайку. Ай, красивый мальчик. Сколько он так может просидеть? Он долго может. Особенно если его подкармливать регулярно. Да здравствует король! Вторую половину недели предлагаем прожить по таким флагам. Повод есть. В Перми проходит фестиваль органной музыки. Орган давно снискал славу императора среди музыкальных инструментов. Так что смело отправляйтесь к его величеству прямо в филармонию. К 10-му юбилейному фестивалю приготовили немало удивительных сюрпризов. Например, под руками Мартина Зонена из Германии орган впервые прозвучит с художественным свистом Мартина Вернера из США. А органистка Лариса Латышева будет аккомпанировать домре, кабызу и волынке этнофольклорного казахского ансамбля из Астаны «Небесные тюрки». Каждый день фестиваля сулит зрителю грандиозные открытия. 10-й органный фестиваль продлится до 8 ноября включительно. Так что выходные должны пройти плодотворно. Гиде Манлор Это одновременно и имя французского художника, чьи работы экспонируются в Пермской художественной галерее, и название выставки. Проходит она в рамках юбилейного года, посвященного победе Великой Отечественной. Дело в том, что французский живописец – непосредственный участник военных событий того периода, доблестный солдат Второй мировой, офицер Ордена Почетного Легиона и кавалер французского военного креста. И все это тоже Гиде Манлор. Его военный опыт не мог не отразиться и на полотнах. Они являются ярким документом эпохи и свидетельством глубокой психологической травмы. Мощные и яркие. Тона картин Гиде Манлора контрастирует с мрачными и порой безнадежными сюжетами полотен. Сегодня публичный доступ к живописному наследию Гиде Манлора практически закрыт. Большая часть его работ находится в семье художника. Выставка произведений Гиде Манлора в Пермской художественной галерее – первое представление его работ в России. Так что не упустите случай познакомиться с действительно редким явлением под названием Гиде Манлор. Психологический триллер от театра у моста. На этот раз здесь взялись за американского драматурга Сэма Шепарда. Это первая постановка по его произведению в России. Сэм Шепард – самый яркий представитель современной американской драматургии, в пьесах которого на первое место выходит «Семейный вопрос». В спектакле «Утраченное дитя» представлено три поколения – дед, отец, внук. И всех членов этой семьи связывает тайна. Зловещая и по-американски же абсурдная. Шепардовская теория семьи – это воссоздание семейных отношений через поколения. Шепард уничтожает институт семьи, потом воссоздает его, сталкивая персонажей, которые относятся к разным поколениям. В общем, все как в жизни, только еще острее. Премьеры пройдут с 7 по 9 ноября. Доброе утро! Начинаем занятие гимнастикой! Партнер проекта «Белвест». Настоящая обувь – настоящая выгода. Доброе утро! Мы рады приветствовать вас на телеканале «Ветта». И мы продолжаем утреннюю зарядку. Сегодня мы продолжим разогревающие упражнения и перейдем также к силовым. Для этого мы с вами разогреем наши коленные суставы. Занимаем положение руки на пояс и начинаем полуприседы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Ручки на пояс. Занимаем положение полуприсед и начинаем повороты в стороны. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И теперь немножечко по пружиням. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Ножки встряхнули. Теперь продолжаем разогреваться. Наклоны к правой и к левой ноге. Начинаем с левой ноги. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Переходим на шаг. Шагаем, дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И теперь переходим к более активному упражнению. Это прыжки. Ноги вместе, ноги в рост. Руки на поясе. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили шаг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На этом наша утренняя зарядка закончена. Мы желаем вам отличного дня и хорошего настроения. Легко и непринужденно. Тот, кто в совершенстве владеет техникой своего искусства, тот и песню на ходу сочинить запросто. Кстати, группа, которую мы предлагаем послушать, так и называется. На ходу. On the go. Партнер проекта «Торговый центр строительных и отделочных материалов» Гудвин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Считается, что в современном мире люди хронически не досыпают. Сну мешает яркое ночное освещение, светящиеся экраны компьютеров и телевизоров, телефонные звонки, кофе в неограниченных количествах. При этом все думают, что наши предки, дескать, вели более естественный и, значит, здоровый образ жизни. В частности, спали дольше нас и часто дремали днем. А ученые говорят об обратном. Все познается в сравнении, только в наших силах, чтобы сравнение между вчера и сегодня было в пользу второго. Итоги будем подводить вечером, а пока рабочий день, и пусть он будет хорошим во всех отношениях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 5 ноября в четверг в Перми ожидается облачная погода, снег. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Влажность 90%. Температура воздуха днем 0,1 градус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»